Всем привет, с вами снова Илья. У нас обзор и прогноз рынка кривитовалют на сегодня, на 25 июля. Прежде давайте посмотрим, чем у нас отметился рынок за последние 24 часа. Биткоин после своего роста к отметкам 8450 долларов локальных максимумов сейчас немного откатывается и теряет там около 2-3%. Альткоины реагируют как обычно. Сразу после импульса биткоина они небольшой рост показали, но после этого к своим таким уже значениям невысоким вернулись. Здесь отметить, наверное, какую-то криптовалюту сложно, но помимо биткоина я сегодня также в обзор включил трон по отношению к первой криптовалюте и бинанскоин по отношению к также биткоину. То есть по бинансу сейчас интересная формация вырисовывается, уровень, который я разбирал еще несколько видео назад, сейчас бинанскоин от него отбивается и какие-то сделки по нему совершить можно. Прежде чем мы придем к разбору технической картины по биткоину, хотелось бы обратить ваше внимание на несколько интересных фактов. Во-первых, я думаю, эти факты уже все заметили, но тем не менее еще раз по цифрам. То есть биткоин со своих минимумов локальных и глобальных за этот год с отметок 5800 долларов достигал отметки 8450 долларов. Соответственно, он прибавил около 45%. При этом общая капитализация рынка выросла лишь на 20%. То есть вот он график капитализации. На минимумах мы здесь торговались около 250 миллиардов, сейчас торгуемся возле 300. То чуть-чуть выше 300, то чуть ниже 300. Соответственно, капитализация прибавила 20% путем нехитрых вычислений. То есть 50 миллиардов, которые выросла капитализация, из них биткоин, внимание, обеспечил 42 миллиарда. То есть на 50 выросла капитализация, из них 42 обеспечил биткоин. То есть очень интересная ситуация, которую мы сейчас наблюдаем. Не просто растет индекс доминации, но и биткоин обеспечивает практически весь перерост капитализации. Я думаю, что ситуация немного опасная, но тем не менее сейчас разберем, чем же это могло быть вызвано и что же нам можно ожидать дальше. Итак, смотрим мы на биткоин по отношению к USDT. Это биржа Binance. Четырехчасовой график. Вот, вчера, значит, когда я эту криптовалюту разбирал, предполагал я, что максимум технический, который она может показать, это где-то 8200. Скорее всего, потом будет какой-то откат. Биткоин творит что-то невероятное. Сейчас он вырос даже выше отметок 8200. И в моменте показал 8450. Соответственно, я лично к такому не готов. Я уже, в принципе, практически смирился с мыслью, что вся эта тенденция пройдет без меня, потому что здесь у вас всегда есть очень сложное решение на таком рынке. Когда рост уже начался и когда вы вне рынка, вам необходимо подбирать какую-то адекватную точку входа. Адекватную с точки зрения соотношения прибыли к рискам. Таких адекватных точек биткоин просто не давал. То есть он не показывал никаких коррекций, поэтому все, что сейчас остается мне, это наблюдать за ним со стороны и смотреть, чем же это все закончится. При этом я также просматриваю какие-то там определенные события и факторы, которые могли такое движение вызвать и что же может быть потом. Прежде чем разобрать немного график, давайте обратимся к следующей информации. Многие из вас знают, что буквально вот-вот уже 10 августа комиссия по ценным бумагам США будет рассматривать заявление биржи CBOE о включении в листинг ETF на биткоин. Я думаю, что все уже сто раз загуглили, что такое ETF. Об этом говорит и динамика популярности этого запроса о биткоине ETF, который сейчас находится там на своих пиках и практически 100% достигает. Но тем не менее, то есть ETF это тоже один из таких деривативов своеобразных, очень похож на любой другой. Но разница здесь заключается в том, что ETF, который будет торговаться, он будет торговаться в принципе к физическому биткоину. Тогда как тот же фьючерс, ну это по сути была просто бумажка, где даже экспирация она была беспоставочная. Поэтому даваться подробностей здесь не имеет смысла. Этот график вам показывали и вы сами смотрели на него много раз. То есть это динамика популярности поисковых запросов по биткоине ETF и мы здесь на пиках практически находимся. Говорит ли это о том, что это привлечет какой-то новый капитал? Я думаю, что это не совсем так. То есть дело в том, что когда люди только приходят на рынок, узнают о рынке, они вряд ли первое, что будут гуглить, это биткоин ETF. То есть биткоин ETF уже будут гуглить те, кто на рынке очень давно и просто хочет узнать новую информацию. И рассмотреть потенциальные возможности влияния этой информации. Поэтому более логично смотреть в гугл трендах следующий запрос, который называется Buy Bitcoin. И что же касается этого запроса, то мы все так же находимся на низах. То есть если за 100% брать декабрь прошлого года, то сейчас мы также находимся приблизительно на 6%. И какого-то роста здесь не предвидится. То есть это означает, что притока нового частного капитала на данный момент нет. И скорее всего не будет в ближайшее время. То, на что делают ставку при ситуации, если ETF все-таки утвердят 10 августа, она связана с тем, что придут институциональные инвесторы с большим капиталом, которые, собственно говоря, ETF будут торговать. Очень сомнительно это утверждать. То есть дело в том, что то же самое было как в 2017 году. Сейчас прям как машина времени. То есть мы торгуемся, август, по-моему, это был. Тогда тоже биткоин стоил чуть ниже 8000 долларов. Тогда тоже была информация о том, что будут введены первые деривативы фьючерсы. Фьючерсы буквально вот-вот и там биржи их, собственно говоря, залистят. И это тоже привлечет якобы институциональных инвесторов на регулируемый рынок. И это все, говоря, вырастет. Соответственно, на ожиданиях действительно такое движение было. Мы увидели там 20 тысяч долларов. Но фактически сразу после такого листинга мы увидели обратное движение и падение рынка. Понятно, что было много факторов, да, и в том числе и не связанных с этими фьючерсами. Но обратить внимание на это стоит. Поэтому, что еще, да, я разобрался немного в заявке, которую подготовила биржа CBOE для комиссии по ценным бумагам. Доступна она, доступна эта информация и заявка в открытом доступе на бирже. У меня есть телеграм-канал, да, где я там это все выложил сегодня с утра. То есть в ссылках в описании он есть. Можете перейти, скачать. Там на английском языке 53 страницы. И многие отмечают, ну, разбирающиеся люди, что эта заявка, она подготовлена намного лучше, чем все заявки до этого, которые отклонила комиссия по ценным бумагам. И якобы с высокой долей вероятности в этот раз этот ETF, ну, по крайней мере, заявку эту могут принять. Поэтому, собственно говоря, на ожиданиях сейчас мы какой-то рост показываем. Но при этом я бы все-таки отметил, что вероятность принятия вот этого ETF, она все-таки остается далеко не близкой, там, ни к 90, ни к 80%. Поэтому будьте готовы, что на этапе уже фактического публикации новости мы увидим вряд ли продолжение восходящего тренда. То есть назовем это так. А теперь перейдем к графику. Что же по графику здесь? Я так еще раз посмотрел немного взором и обратил внимание, что, в принципе, вот эту вот зону, которая от 6230 до 6800, можно считать предыдущей зоной накопления, сложными вот этими вот двумя пробоями вниз. И если это действительно так, ну, многие рассматривают это как головы и плечи, но, я думаю, не больше, чем совпадение, тем более голова какая-то кривая. Но, тем не менее, то есть, если мы рассматриваем это как зону накопления, она была значительно больше, чем вот эта, которая до накопления привела нас с 10 тысяч долларов на 5800 долларов. То, в принципе, потенциал у такого движения еще есть. Плюсом мы здесь видели до накопления, правда оно было совсем небольшое. То есть потенциал для такого движения есть. Единственное, что я сейчас хотел бы сказать, что, наверное, покупать, вот все равно, да, говорите как хотите. На мой взгляд, лучше остаться вне рынка и пропустить какое-то движение, учитывая, что оно не последнее в вашей жизни, чем вписываться, ну, в непонятно какую историю. Более того, цены сейчас, ну, они нам просто не дают никакой точки входа. Поэтому сейчас, если рассматривать какие-то зоны отката вот этого движения, то самое очевидное это 7800 долларов. Здесь более тоненькой линией, как уровень более слабый, я отметил 7900, то есть до которых мы можем откатиться. Ну и впоследствии, соответственно, уровни роста я также выделил. Несмотря на то, что я также до сих пор, ну, придерживаюсь мнения, что такое рост, он скорее сейчас очень сильно стрелять не будет. И мы уже должны вот-вот увидеть какое-то падение. Но, тем не менее, есть побычно настроенные инвесторы, есть просто холдеры, которые удерживают там свои биткоины уже очень давно. И для них это благоприятные новости. Но все-таки альтернативный сценарий какой-то здесь рассмотреть стоит. Также я подбирал тут скользящую среднюю очень долго, разные периоды тестировал. Меня интересовало то, где наиболее часто выступала эта средняя как зона поддержки к биткоину. То есть чаще всего биткоин к ней корректировался, я от нее какое-то движение начинал, как вот здесь, вот здесь, там вот здесь. И остановился, в общем, на периоде, сейчас вам скажу, 83. То есть период 83, это если вы используете одну среднюю на биткоине, я думаю, что вам она подойдет. Это экспоненциальная средняя. И как зона коррекции ее также стоит рассматривать. То есть как только биткоин к ней вернется, возможно, какие-то покупки рассмотреть. Но опять же с небольшими ограничениями по рискам. На мой взгляд, то есть сейчас, если вы побычи настроены и верите в дальнейший рост, самое главное для вас это небольшие ограничения по рискам. Вот такие вот дела. Идем дальше. Следующее это Tron. Tron сегодня в качестве интересной криптовалюты у нас выступает. Дело в том, что после своего затяжного падения он подошел к своему очень сильному уровню поддержки, а именно 400 сатоши. Ну там не 400 сатоши, по-моему, сатоши-то побольше, но видимая котировка 400. Так вот, суть в том этой котировке, что многие, кто смотрит меня довольно давно, очень часто биткоин именно с этим уровнем взаимодействовал. И часто он был ключевой такой поддержкой, от которого по факту начался и вот этот вот рост. То есть, вот это вот был такой своеобразный ложный пробой со сбитием стопов и дальше дальнейший рост. Поэтому какое-то взаимодействие с этим уровнем здесь рассчитывать можно. И вот эту вот зону я отметил как благоприятную зону для покупок, конечно же, с небольшими ограничениями по рискам. Ну и потенциально мы можем додержать там до 500, понятно, ну 499 нужно выставить. Ну и возможно еще часть там до 612 оставить. Вот, это патрону и еще также взял я Binance Coin. Я после того, как здесь заканчивал свой переход на биржу Binance, уже даже часть средств туда перевел, хочу, как бы, очень сильно начал интересоваться, ну, именно и их монетой, и в целом их, ну, как это, бизнесом, проще говоря, их финансовыми показателями. И поэтому очень хорошо начал смотреть, ну, вот, по сути, да, что такое коин, да. Ну, токен это не просто токен, да, как мы привыкли, что-то что или вырастет или упадет. Это, по сути, какая-то часть их бизнеса, да. И, соответственно, если рассматривать это как с точки зрения инвестиций, именно Binance Coin, то мне он, как бы, все больше и больше интересен, вот с этой вот точки зрения. Поэтому я сейчас даже как-то позицию начинаю наращивать. Первую часть я взял по этому уровню, который вам тогда озвучивал. И, возможно, буду усредняться, если цена будет падать. То есть, с этим уровнем мы уже видели взаимодействие, но не исключено, что мы еще чуть пониже просядем. Поэтому, как такие, ну, инвестициями это сложно назвать, но какой-то холд по Binance Coin я рассматриваю. Более того, там надо набрать 500 Binance Coin, чтобы еще больше было рефотчислений. И поэтому, то есть, ну, по мне интересный инструмент, который я также сейчас рассматриваю. Вот такие вот дела. Поэтому я напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае сюда не инвестируйте то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Если вы планируете торговать на бирже Binance, буду благодарен, кстати, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, которая будет в описании под видео. Формируйте несколько альтернативных точек зрения и торговые решения принимайте самостоятельно. Все, я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok